Сотрудники Яткульской больницы уверяют, местный врач-офтальмолог не принимает пациентов. При этом получают хорошие деньги за работу. Жалуются на отсутствие талончиков к узкому специалисту и сельские жители. Ижнуральцы не могут попасть на прием по несколько месяцев. Талончиков на прием к офтальмологу постоянно нет. Мой муж собственный, с самой зимы, ходит и не может никак добиться направления талончика. Талончика, то глазному, то у них в отпуске глазной, то медкомиссия военкоматовская была. По-моему, в отпуске, мне кажется, уже раза два такое звучало. Подробности этой ситуации нам рассказала бывшая сотрудница больницы. Женщина не хочет показывать своего лица, но уверяет, врач-офтальмолог совмещает сразу несколько должностей. А на прием пациентов у нее якобы не хватает времени. Поэтому, чтобы получать зарплату вместо реальных пациентов, врач сама отмечает в системе БАРС южноуральцев, которые якобы приходили на прием. За это, как уверяют коллеги, главврач регулярно поощряет офтальмолога хорошими премиями. Находясь в командировке, она, собственно, на инициативе вышла на работу поработать и написала служебную записку, в которой описывала, что она просит оплатить себе эти рабочие часы. Такой экономистам написано, что невозможно одновременно провести и командировку, и рабочие часы. И там есть подпись главного врача, что оплатите этот период премию. За разъяснениями мы обратились к руководству. Главврачи от Кульской больницы уверяют, что все по закону. Евгений Ливанидов объяснил, что по факту выписанных премий в медицинском учреждении были проведены служебные проверки. Никаких нарушений не обнаружили. К тому же, офтальмологу приходится совмещать сразу несколько должностей из-за нехватки кадров. Многие наши специалисты совмещают сразу несколько должностей в связи со сложной кадровой ситуацией, как в Челябинской области, так и в других регионах Российской Федерации. О деталях служебной проверки нам должны рассказать в Министерстве здравоохранения. Мы уже направили официальный запрос и ждем ответа от чиновников. Впрочем, сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов. После скандала бывшие сотрудники больницы написали заявление в полицию.